Утро современного почтальона начинается с сортировки корреспонденции. Елена Шипила, трехкратный призер названия лучшего почтальона города Минска, уже в 6.30 раскладывает газеты, журналы и письма по полкам, подписывая на них адреса. И с улыбкой отмечает, что за последние годы писем меньше не стало. Несмотря на то, что век технологий уже этих информационных, достаточно. Конечно, жаль, что уже меньший объем чисто физической переписки. В основном уже идет корпоративно, это для юридических лиц. Большой объем идет открыток по посткроссингу. То есть это обмен открытками, почтовыми карточками. Это интересное, конечно, направление. И для нас даже интересно, мы всегда с удовольствием рассматриваем эти открытки. Потому что там со всех стран идут, там все и природа, и все какие-то достопримечательности, все абсолютно. Елена пришла на работу случайно, искала временную подработку, а после практики осталась здесь навсегда. И уже долгих 16 лет приносит радость жителям столичных домов на улицах Рафеева и Белецкого. Наша Елена Николаевна очень хороший человек. Она всегда приносит вовремя нашу корреспонденцию, приносит наши письма, наши газеты. Мы очень довольны, она очень доброжелательна, всегда здоровается. Самый замечательный человек. Сегодня у Елены легкий день. Корреспонденций немного, а вот дни, по которым выходят толстые периодические издания, сумбурные. Приходится ходить на почту несколько раз. Ограничение по весу почтовой сумки – 7 килограммов. У меня на участке 21 дом. Мне очень приятно их обслуживать. Конечно, люди здесь прекрасно живут. Что-то советую, что-то новое, что-то появилось. Сама где-то прочитала, сама выписываю и людям начинаю советовать, если мне это нравится. Здравствуйте, Елена Николаевна, наша любимая, дорогая. Что вы нам сегодня принесли? Сегодня вот газеты пришли, ваши журнальчики и письмо вам сегодня. Спасибо большое. Вы у нас самый лучший паштальон во всем городе Минске. Таких нету, как вы у нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Работа, несмотря на большие объемы, Елене нравится. Своих подписчиков наша героиня знает по именам. Со многими за долгие годы службы сложились теплые отношения. А главное – Елену ждут юные читатели. Каждое утро детская корреспонденция ребятам вручается лично. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вот, смотри, Зайенька, пришел твой журнал. Ой, какая красота. Ой, вам спасибо большое. Я люблю получать журналы и смотреть их. С этим паштальон. Мне она очень нравится. Этого мультяшного Печкина был свой транспорт – велосипед. Современные доставщики газет ходят пешком. Каждый день не менее 10 километров. Но для Елены и ее коллег – это отличная возможность всегда быть в форме. А когда корреспонденции много, для нашего почтальона – это еще один повод для радости. Я нашла себя в этой профессии, в этой работе. Мне это очень нравится. Нравится общение с людьми. Этим утром вместе с Еленой Шипила почту разносили. Вероника Алешина и Александр Бутрим. Специально для студии. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова